А я вас снова категорически приветствую на канале Бурдумчик. Сегодня вторая часть похода от отеля Империя до моря. Итак, в этот раз мы прямо не пойдем, повернем налево. Слева у нас небольшая детская площадка отеля, бассейн с шезлонгами, без зонтиков. Тенек тут в основном в первой половине дня, во второй половине тенька можно и не найти. Вот так красиво тут заборчик оформлен у них в нижней части. Вот маленькие, как их коконы назвать, посидеть там можно приятно покачаться. Здесь генераторная у них для бассейна всякие приблуды. А вот тут слева живет хозяин отеля на отдельной территории. Справа лаврушка растет, про которую все говорят, что прям, ой, очень пахнет так приятно, когда идешь. Прям запах стоит. Блин, пока эту, ребят, лаврушку руками не потрешь, пальцами, сильного запаха она не сдает. Виноградик он еще не поспел. Кругом реклама сдаем, довозим, в общем, кормим. Ну вот, пожалуйста, в аэропорт вас, вокзал, вас привезут в вокзал, если захотите, звоните. Что тут еще есть по пути? Вот первая столовая, которая у них относительно недавно, я так понимаю, открылась. В принципе, приемлемые цены. В одного можно покушать рублей 300, наверное. Продукты сюда не заходил, честно говоря. Чего там продают, не знаю. От отеля, если выходишь справа продуктовый магазинчик, небольшой выбор, но приемлемые цены. Ну вот здесь тоже несколько столовых, как они тут у них называются. Первая, это вот у Руслана. Один раз там были. Шашлык ни о чем, лодочка вкусная. Ну, детям там стандартные какие-то макароны брали. Там трудно что-то испортить. Ну, можете зайти, может быть, вам там что-то приглянется. Здесь вот не были, хоть тут ценники и заснял, но что-то так сюда и не забежали. Что тут еще? Да, наверное, на этой улице больше особо ничего интересного не будет тут. Ну, покажу, где какие домишки еще сдают. Везде пишут номера с это, комнаты с удобствами сдаются. Что в нынешнее удобство входит, не знаю. Но раньше в это понятие в Советском Союзе входило туалет и какой-нибудь душ. Вон, комната с удобствами, пожалуйста. Улочки тут узенькие достаточно. Таксисты в шутку матерятся, что куда нас загнали. Тут не проехать, не выехать. Ну, водятлы тут еще те, конечно. Это на самом деле вы поймете, если вы там будете ездить как попало. Пешеходов не уважают, друг друга не особо уважают. Друг друга имеется в виду водителя-водителя. Вот, то есть спокойно там сигналят, если где-то там им полметра не хватает, чтобы обогнать. Чтобы ты там вжался в обочину. Ну, вот, а я продолжаю тут идти. Этот путь чуть длиннее. К пляжу отеля Империя он не приводит. Не то, чтобы даже к пляжу отеля, а к месту, где отель расставляет свои лежачки. Если по этой улице, вот я сейчас направо поверну, вы повернете налево, а затем вот снова направо, там будет дорога, то можно легко и просто к вокзалу выйти, железнодорожному. Кстати, про вокзал я чуть позже вам тоже расскажу. Пожалуйста, подпишитесь. Поставьте лайк, если вам интересно про этот вокзал вообще посмотреть. Вокзал города Гагра. Ну, а дальше у нас дорога в основном будет прямая. По прямой идешь, идешь, идешь и, собственно, выходишь к морю. Просто получается, если лицом к морю встать, то это место будет чуть левее, чем место отеля Империя. Вон там, вдалеке, высотные дома, рядом с ними расположен крупный достаточно супермаркет по гагарским меркам. Название его сейчас не помню, но он всячески лучше, чем магазин «Пятерочка» с одноименным названием. Не путайте, это не наша сеть «Пятерочка» российская. Это просто местный супермаркет, который около рынка расположен. Я в нем, честно говоря, так ни разу ничего и не купил в этой «Пятерочке». Большие очереди, ценников половина нет, что сколько стоит, непонятно. Но вроде как и там, и там можно по карте рассчитаться. Единственное, имейте в виду, у них неприкладываемые карты. И помните свой пин-код, и карта у вас должна... Ну, они все, в принципе, сейчас контактные вроде как есть, вкупе с бесконтактными. Поэтому карту всегда вставляете, потом вводите пин-код. Вот. Ну, крайне рекомендую всем запастись наличкой при поездке в Абхазию. Потому что хоть они сейчас и начинают карты использовать, но далеко не везде. В автобусах в тех же там не расплачешься. В отеле, кстати, картами можно платить везде. В столовой, на баре. Ну, единственное, при заселении не уточнил, можно было это сделать или нет. Вот. Ну, и наличку желательно некрупную берите. Пятерки вообще очень тяжело поменять. Очень тяжело и неохотно там будут говорить, что сдачи нету. Хотя, блин, уже целый день работали, куда они ее девали. Один мне говорит, ой, я все поставщикам там типа отдал. Ну, сказочник, конечно, всю мелочь прям взял и слил. А все вот с пятерками к нему ходят, конечно. Может, конечно, и не врет. Шут его знает. Вот. Собственно, по этой дороге вы точно так же сможете до этого супермаркета дойти. Можете вот по первой дороге пойти в предыдущем видео, где я рассказывал. Она точно так же вас сможет привести к этому супермаркету. Ну, до него примерно, наверное, как вот я сейчас иду минут 15. Вот. Это улица Лакоба. 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 Ну, извините, я не местный язык не учил. Как чего называется, не знаю. Тротуаров, как таковых, нет. Ну, тут вот слева есть тротуар. Ну, постоянно надо будет на бордюр подниматься, спускаться. Кто с коляской, крайне неудобно. Да и... Просто пешком идешь, пожаре, каждый раз поднять, ногу опустить. Скажите, зажрался. Ну, не, ну, просто тяжеловато бывает с непривычки. Ну, тут какие-то тоже такие магазинчики так себе. Ну, что-то жгут. Прямо посреди бела дня тут вообще нормальная практика развести костер, блин, около мусорки. И, вон, видите, вдалеке горит. Просто какое-нибудь поле там что-то поджечь. Никакая пожарная там не приезжает, ничего, никакой паники. Горит и горит. Кто-то для своих нужд, типа, что-то жгет. Ну, у нас вот в Сибири листья поджигают. Потом вонище идет. Ну, типа, уничтожают, так, мусор. Хотя, на самом деле, еще больше, наверное, природе вредят. Вот. Ну, тут уже магазинчиков поболее. Часть магазинов позакрывались. Видимо, то ли конкуренции не выдержав, то ли, не знаю, кризиса какого-то. Хотя не похоже, что тут особо кризис их коснулся. Наоборот, мне кажется, больше народу сюда поехало. Ну, так вот, направо дорога уходит к нашему первому, скажем так, месту прохождения. Туда мы не пойдем. Ну, если вы будете возвращаться с моря, можете и по этой дороге пойти. А мы пойдем прямо. Если налево вы на этом перекрестке, соответственно, повернете туда, то там дойдете до магазинчика. И там же есть одна из самых крупных площадок, которые мне... Детских площадок, которые мне удалось увидеть в этом городке. Кстати, площадка тоже к сил. Ну, в принципе, после шести часов она в тени находится, пожалуйста. Ну, может быть, даже после пяти. Там домишки закрывают. Пожалуйста, деток можете прогулять. Ну, вот и все. Вот по этой тропиночке прямо шагаете и выходите непосредственно к морю. Ну, какое-нибудь полотенечко с собой возьмите. На камнях, в принципе, никакой проблемы его расселить нет. Не тверже будет, чем на лежаке лежать. Он даже и не потребуется. Что касательно камней. Блин, ну, обувь тут, конечно, везде продается вот эта резина. Можете с собой взять, как вот я с собой привозил. Сколько она тут стоит, не посмотрел, извините. Ну, камушки от места к месту отличаются. Где-то мелковатые, где-то покрупнее. На мелких, соответственно, босиком взрослому тяжело. Ну, вот ребенку 5-7 лет, наверное, нормально будет бегать. Вес-то небольшой. Сильно колоть не будет. Вон прекрасные горы какие. Все вот говорят, ой, такая прекрасная природа в Абхазии. Прям, ну, нигде такой не видели. Ну, может быть, красиво там, где людей нет. Там, где есть люди, ну, очень неухоженно. Куча мусора валяется. Мусорки иногда и не убирают. В общем, антисанитария полная, недаром. Люди здесь, кто не приезжает, все сталкиваются с тем, что... Ну, назовем это ротовирусом. Возможно, я не прав. Просто кишечник – это инфекция. Но все переболевают. Мы, в частности, в четвером вот были. Каждый день, причем день за днем, у нас один человек болел. Друг за другом 4 дня подряд. Кто-то, извиняюсь, блюет. Кто-то с температурой лежит. У кого-то предблюотное состояние. И так далее. Всех, с кем я не разговаривал, у всех было точно так же. Вплоть до того, что через день болели. Не знаю уж, как это... С чем это связано. Ну, в гагерах очистных сооружений, сразу говорю, нет. Все сливается прямо куда? Не в горы, а, естественно, в море. Вверх-то вода же не идет, да? Никто не дурак. Поэтому со всеми вытекающими. Соответственно, и море около отеля, около пляжа отеля, назовем это, достаточно грязное. Ну, плюс ко всему, неимоверное количество котиров, которые там водные развлечения предлагают. Это просто отвратительно. Ты лежишь на воде где-нибудь, на каком-нибудь матрасике, и тут же там плывет котерек. Уважаемые отдыхающие, просим прощения за беспокойство. Наш котер подходит к берегу, разойдитесь там. Ну, некомфортно. Некомфортно. Некоторые, конечно, начинают сейчас огораживать немножечко территорию возле своих пляжных мест, назовем это так. Хотя своей территории на пляжах ни у кого тут нету, все пляжи общественные. Но огораживают территорию, соответственно, туда корабли заплывать не могут. Там почище немножечко. В частности, вот левее Аквамарин отель, и вот они себя огородили, туда лодочки не заплывают, там чуть-чуть чище. Ну, тут все строительным мусором завросано. А, единственное, какой еще плюс вот по этой дорожке, идя, сейчас, наверное, я покажу. Тут будет омывайка для ног. Можно ноги будет ополоснуть. Да, наверное, все-таки сейчас к этому подойдет. Ну, вот видите, как тут чистенько, аккуратненько здесь, в кавычках. Ну, и, соответственно, опять же, к чистоте все сливается в море. Катера ходят без прекращения своего маршрута. Ну, пожалуйста, открыли, ополоснули ноги. Ну, хоть и камни, не песок, но все равно иной раз ножки в мелкой гальке. Ну, и вот, по сути, мы выходим к морю. Что-то тут тоже кто-то поближе построил. Типа мини-отельчика, не знаю, название не написано, нигде не было. Вот впереди еще какой-нибудь бар построят на этих сваях, видимо. Впереди валочка, если кому это интересно. Хотя мы всегда ходили уже в купальниках, скажем так. Ну, и все, вон там справа, чуть поодаль, это такого Марин, империя отеля, шезлонги. А здесь такой больше дикий отдых. Вон там, впереди, если видите, два камня торчат. Это не камни, это бывший тут, по-моему, тульпроменад был. Говорят, море еще поднялось, и там все залило. Так что не удивляйтесь, если вы поплывете, а через метров сорок под вами там окажется большая какая-то глыба. Это так надо, это так было. Ну, и вот, собственно говоря, 15 минут, и мы на месте, неспешным шагом. Вот, тут уже народу чуть меньше. Ну, по чистоте я не сказал бы, что лучше особо. Хотите чище, съездите в Питсунду. Соточка на скоростном маршруте, скажем так. И что-то, по-моему, 50 или 60 рублей на рейсовом автобусе. Скоростной, соответственно, 20-25 минут. А на рейсовом это будет 40-50 минут, в зависимости от остановок, которые он по пути следования сделает. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами был канал Бурдумчик. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok